Власти Южной Кореи отдали приказ об эвакуации 2000 жителей острова Энпхендо после того, как по сообщениям Сеула армия КНДР произвела 200 ракетных ударов в районе острова. Ну да, то есть они таким образом троллят, пугают, они пока никого не убили и нагнетают ситуацию. После ответного артиллерийского удара из Южной Кореи в направлении Северной, в обоих странах подготовка к войне вышла на финишную прямую. Меня спрашивают, будет ли война. Давайте с вами так поговорим. Она возможна, она возможна. Но что кому нужно? Южной Корее нужно воевать с Северной Кореей? Нет. Она лучше откупится. Толстому надо воевать с Южной Кореей? Тоже нет. Ему в настоящий момент нужны гарантии. Он хочет провести реформу. Мир меняется, мир очень сильно меняется. И ему нужно провести реформы в своей стране. Не смейтесь, это именно так. Потому что он потеряет власть, если не будет ничего делать. Он будет очень слабый. Даже Китай ему не поможет. Поэтому он пытается что-то изменить. Что он может изменить? Использовав информационный мир, может изменить очень много. Накормить он уже сейчас в состоянии. Накормить там всех. Но ему нужно развитие. Он хочет построить кибертиранию. Хочет новую общественно-экономическую формацию. Может, он даже не знает, как это называется. И как это работает. Но он понимает, что мир становится информационным. И ему там нужно застолбиться. Что ему прежде всего нужно? Чтобы ему не мешали. Это очень тонкий период. Это все равно, что как во время боя отойти поссать. А тут тебе и прилетит. Или еще что-то потяжелее сделать. А ему нужно, чтобы Южная Корея не просто дала гарантии. Нет. А чтобы было такое состояние, что она не могла эти гарантии нарушить. Поэтому он должен их запугать до потери сознания. Он должен устроить рок-н-ролл. Вообще невероятно. Воевать он не собирается. Если у Южной Кореи нервы не сдадут, то войны не будет. Если сдадут, война, конечно, возможна. Но я не думаю, что Ким Чен Ын будет бомбами ядерными кидаться. Это его, так скажем, прикрытие очень серьезное. Поэтому такой рок-н-ролл какой-то с пострелушками, он может устроиться. Запросто с какими-то артиллерийскими перестрелками. И на период реформ. Я вполне допускаю, что это будет форма защиты. То есть, они там между собой что-то разбираются. Все смотрят на это. А он делает свое дело. Это очень важно. Хотя, я думаю, что он просто сейчас их попугает. Они реально испугаются. Ну, потому что не испугаются. Когда у него ядерное оружие, знаете, отморозков такая толпа. 20 миллионов фанатов. Не Путин. И, конечно же, они постараются решить многие его вопросы. И вот тут как раз он сможет, так сказать, их обыграть в этот момент. Японцы психануют. Японцы не психануют. Японцы готовятся к очень серьезному противодействию с Китаем. И таким образом нагнетают у себя ситуацию. У них, в общем-то, производительные силы уже новой общественно-экономической формации киберализма. А вообще производственные отношения остались прежние капиталистические. А о них уже не хотят, эти капиталистические отношения. Поэтому они будут запугивать войной с Китаем. Они будут запугивать свой народ всякими там страхами. И под эту муху устанавливать кибертиранией. Конечно, кибертиранией. Южно-корейский развед Ким Чен Ын растит из 10-летней дочери приемницы. Этого не может знать никто. Точно так же, как его папаша в приемнике, так сказать, готовил. Тоже никто не знал. До определенного момента, когда Ким Чен Ын не стал генералом. Он притащил его и сделал генералом. А все вообще думали, что он его на вольные хлеба отпустил. Он в Швейцарии жил. Толстый жил в Швейцарии. Если другой его сын в Японии, то это в Швейцарии. Слава, что он будет в публике, когда он перестанет быть нужен Китаю. Никогда не перестанет быть нужен Китаю. Там также будет установлена кибертирания. Накормить их сейчас уже все в состоянии. То есть, Китай разработал сорта риса и методику его производства, которая в 16-17 раз выше урожайности. Вот где толстый виски полюбил. Не только виски. Он любит баскетбол. Очень сильно любит баскетбол. Он любит западную музыку и западное искусство.